Друзья, всем привет! Меня зовут Аня, и это моя жизнь в Германии. Я опять не туда смотрю. Друзья, всем привет! Меня зовут Аня, и это моя жизнь в Германии. В этом видео хочу рассказать, как празднуют день рождения немцы. Мне повезло побывать на дне рождения коренного немца. Конечно, это маленький опыт, чтобы судить о всех, но тем не менее у меня есть свои впечатления по этому поводу, и некоторые мифы о немцах я развею в этом видео. По поводу дня рождения. Мы приехали в другой город, день рождения проходило в другом городе, не в Дрездене. Мы приехали туда с друзьями на их машине, и как-то так получилось, что мы приехали немножко раньше, и поэтому мы были одни из первых гостей, что, в принципе, мне позволило немножечко поснимать, потому что буквально за нами стали гости прибывать и прибывать, и гостей было около 50 человек примерно, плюс-минус. А, понятно, все уже знают, что в Германии снимать людей запрещено законом. И поэтому, конечно, моя съемка была маленькой, не особо информативная, но я могу кое-что рассказать. Значит, хозяин нас встретил сразу на входе с бокалами шимпанского, что меня слегка удивило. Ну, это было приятно, конечно, очень и неожиданно. У нас как-то не принято встречать каждого гостя с бокалом шимпанского. И я подумала, что если бы у меня был такой день рождения, я каждого гостя встречала с бокалом шимпанского, то я бы до начала дня рождения уже, наверное, не смогла бы больше ничего отмечать. Ну, это такая лирика. Значит, ресторан на два зала. В одном зале были накрыты столы, второй зал был свободен. Но, я так понимаю, ресторан был снят полностью, потому что никаких других посетителей, кроме нас, в ресторане не было. Ресторан двухэтажный. И что особенно понравилось, открытая кухня. Можно было сидеть, наблюдать, как повара готовят кушать. И я люблю открытые кухни в ресторанах. Значит, нас проводили за стол. И что меня удивило, стол был абсолютно пустой. Вот я немножко сняла этого видео. На столах стояли только салфетки и менюшка. На что я, в принципе, не сразу обратила внимание. Потому что, ну, в Украине сразу, когда приходится на день рождения, это накрытые столы, в три этажа тарелки. А здесь ничего не было. И, как бы, было интересно. Что, 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 что с такой? Где еда? Значит, когда пришли гости, все расселись. И дальше такая система. Значит, в этом меню, вот в этом... В этом меню на первой странице... На меню... Меню специально напечатанное для дня рождения. На первой странице написаны салаты, на второй странице написаны горячие блюда. И на последней странице написаны алкогольные напитки. И система такая. Идет официант и спрашивает, какой из написанных салатов вы желаете заказать. Каждый делает заказ. Официант собирает эти заказы, уходит на кухню, дает им, поварам, указания, и они начинают готовить. В это время все общаются и, как бы, немножко пьют. Вот. Да. Не знаю, как по поводу приема алкоголя на пустой желудок. Так, как бы, в Украине принято сначала сесть, покушать, выпить и потом веселье. Тут немножко по-другому. Пока готовили салаты, мы сидели, общались. Именинник принимал поздравления, подходили еще гости. Именинник уделял всем внимание. Какие-то шутки постоянные были. То есть атмосфера была очень дружественная, такая веселая, классная. Мне очень понравилось. Единственное, что мы пока сидели и ждали салаты. Так как гостей было около 50 человек, то, естественно, время ожидания это было, ну... Ну, нет, ну, не знаю. Может быть, потому что мы тоже общались, разговаривали. Поэтому, как бы, мне не показалось, что они долго готовили. Салаты были достаточно простые. Зелень, коридорчик, огурчик, ну, что-то такое. Вот, после того, как разнесли салаты, пошли официанты опять по гостям и стали спрашивать, что гости выбрали из предоставленного меню горячих блюд. И каждый говорил, что он выбрал, там, рыба или мясо, стейк с гарниром. И официанты опять все записывали, шли на кухню и отдавали заказ на кухню. Потом официанты собирали тарелки из-под салата и начинали выносить горячие. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что все готовилось по факту. С другой стороны, как бы, тут такой вопрос, что я, например, не люблю быстро есть. И поэтому была такая ситуация, что я не доела горячее блюдо. И официант несколько раз подходила и спрашивала, что она желает забрать тарелку. А я желала доесть. У нас были разные желания. Но в итоге, в общем, я поняла, смысл в чем. Ей надо забрать тарелку, потому что кухня уже должна помыть посуду и уже должна разносить десерты. Алимира, она за меня плане ходит. Все было вкусно, я ничего не могу сказать. И сам факт, что это было все приготовлено по факту. То есть ты заказал, тебе принесли, ты заказал. Кухня, конечно, молодцы. Они справлялись достаточно быстро при таком количестве гостей. Ну, не знаю. Но в итоге в конце получилось, разнесли десерты. Потом так же самое очень быстро забрали тарелки с под десертов. И все. И все. Алимира, пожалуйста, можно я одна буду разговаривать? И получается, остаток вечера вы заказываете напитки, которые предоставлены в этом специальном меню. Ну, там было алкогольных напитков, было очень много. Начиная там от пива и заканчивая виски, коньяк и вино и шампанское. Все, 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 что угодно. Но по факту получается, на конец вечера вы просто пьете и все. И общаетесь, и веселитесь. Ну, не знаю. Ну, как-то это по-другому. У нас столы накрыты, пока гости не уйдут. И меняются тарелки, три этажа, блюд побольше всего. Ну, а тут вот... Хотя, с одной стороны, это очень удобно. В плане того, что когда вот мы заказывали ресторан на день рождения моего мужа, да, то есть мы заказали меню, много всего, как обычно. И гости наелись, натанцевались, разъехались. И осталось очень много еды, которую пришлось забирать частично домой, частично оставлять ресторане, потому что, ну, куда столько. И потом, честно говоря, доедать на следующий день уже не так интересно, потому что, ну, вкусно, когда оно свежее, вкусно, когда оно вот сейчас, когда оно уже разогретое. Ну, мы правда, мы правда гуляем и второй день, и третий день можем гулять. Особенно, если какие-то кумовья там где-то рядом живут, которых позвать можно, и на второй день погулять еще, подправить здоровье. И на третий день с родителями еще что-то доживать. Ну, а здесь, получается, вы не тратите лишние деньги, то есть вы в итоге в ресторане заплатите деньги за ту еду, которую по факту съели гости. Ни в который осталось, ни в который выбросили потом по окончанию ресторан, выбросил, потому что, ну, никто уже не ел и никуда, как говорится, не лезло. Вот. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, наверное, даже очень разумный такой способ угощения гостей в ресторане, чтобы не платить лишние деньги, чтобы не выбрасывать лишние продукты. Ну, разумный, практичный подход к этому. Ну, все, хоть она меня обиделась, вон, задом повернулась в задней части. И что еще обратила внимание, что меня очень сильно удивило, это не было такого, что гости пришли, ну, надо ли говорить, что 99% кроме нас, это были гости местные жители, не русскоязычные никакие. Они все были очень активные, очень веселые, постоянно кто-то смеялся, какие-то шутки были. Я просто не так сильно еще владею немецким языком, чтобы понимать шутки, но то, что именинник постоянно шутил с гостями, что-то, какие-то шутки рассказывал, какие-то анекдоты. Это факт. Миф о том, что немцы очень скучные и нудные, это совершенно неправда. Не может быть такого, что на день рождения пришло около 50 человек, и все были невероятно веселые, действительно веселые, активные, классные. И очень важный момент, который меня очень сильно удивил. Так как мы поехали на день рождения, и дети остались дома, то я немножко была на нервах, потому что они сами остались, и я, естественно, была постоянно на телефоне. Так вот, я была единственная из всех гостей, у кого был телефон в руках. Но это не потому, что я еще там ходила и что-то снимала, потому что мне было интересно, это не потому. У гостей ни у кого на столах, а, не было телефонов, никто, б, не сидел в телефонах, никто их даже не вытягивал из сумок, я не видела ни у одного человека в руках телефона. И это вообще очень-очень классно, когда люди собираются и общаются, разговаривают, а не как сейчас в последнее время такая тенденция, что люди собираются, вместо того, чтобы разговаривать, садятся в телефоне, что-то там нажимают, что-то клацают, и живого общения практически нет. Это мне очень понравилось, это очень классно. У нас в Украине как-то была такая шутка, что надо перед праздниками на входе на дверях у всех собирать телефоны, чтобы люди общались, а не смотрели в телефон по тем иным причинам. Мне даже в какой-то момент было неудобно, что я с телефоном постоянно. Но у меня были на это причины, но я хочу сказать, что немцы в этом плане молодцы. Все-таки живое общение, это намного важнее, чем сидение в телефоне. Мы все в этих гаджетах уже просто какие-то зомби. В общем, были в ресторане музыканты, и потом начались танцы. Как это ни удивительно, но танцевали абсолютно все. Не молодежь, не только молодежь. Танцевали все гости, которые в принципе могли танцевать. Даже была одна женщина на инвалидной коляске. Ну, понятно, что возможность танцевать у нее ограничена, но тем не менее она все равно участвовала в танцевальном марафоне. И это очень было классно. Все возраста танцевали. И возраста. Всех возрастов. Правильно? Всех возрастов. И, значит, они подпевали все песни. Я мало знаю песен местных, которые на праздниках включают. Но покажу одно маленькое видео. Вы понимаете, я не могла снимать людей, но я не могла не снять это происхождение, это событие. Это песня из далекой-далекой моей молодости какой-то, да? Вот. И вторая песня, это, я так понимаю, это какая-то национальная детская песенка, которую знают все и с удовольствием ее танцуют. Там определенное движение и слова все подпевают. Это по типу, как в Украине есть песенка «Танец маленьких утят». То есть, включи на любом празднике «Танец маленьких утят», и все точно знают, как надо танцевать и что надо подпевать. Вот это такая же только немецкая песня. Это было так здорово, когда все одновременно впали в какое-то легкое детство и начали танцевать и подпевать, не глядя на возраст, на какие-то там, не знаю, там, должности или еще что-то. Все одновременно, ну, в общем, атмосфера была очень классная. Честно говоря, мне совершенно не хотелось уходить. Очень понравилось это день рождения. И, может быть, просто мне повезло, что именно на этом день рождения собрались люди, которые классно танцевали, классно веселились, шутили. Именинник постоянно задавал настроение. В общем, мне очень понравилось. И ничего, немцы не скучны. Совершенно не скучны. Они точно так же, как и мы, веселятся, танцуют, впадают в детство. Очень круто, очень круто. Мне понравилось. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...